МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Травм, которые получает детское население, значительно увеличивается. И это правда. Мы провели такую своеобразную маленькую действительно статистику и обратили внимание, что с наступлением учебного года, а ближе даже к зиме и начало ранней весны, количество травм на порядок меньше, нежели это будет весной либо в период летних каникул. И если соотносить общее количество травм, то это практически два к одному. Естественно, большое значение влияет на то, что дети больше находятся на улице. Влияет большое значение световой день, который в весенний и летний период значительно выше, нежели в осенний и зимний период. Поэтому действительно количество травм, которые получают детское население с приходом теплых дней, значительно выше, нежели в зимний период. Назовите наиболее опасные источники детского травматизма в летний период. Где и как дети чаще всего получают увечья и травмы? Можно выделить несколько категорий причин, которые влияют на получение травм детьми. Одним из самых опасных является в современном мире выпадение из окон. Мы обратили внимание, что опять же с приходом теплых дней, особенно когда дети находятся одни, особенно когда это маленькие дети, это дети, которые интересуются всем, им все интересно, они становятся на подоконнике, они имеют возможность уже открыть свободно окна. В большинстве случаев это стеклопакеты. Если есть москитная сетка, оперевшись на эту москитную сетку, очень часто мы получаем некий трагический исход. Второй причиной, конечно, можно назвать это дорожно-транспортное происшествие. Безусловно, с приходом теплых дней количество транспорта, которое находится у нас на улице, становится на порядок больше. Это выезды на природу, это выезды за город, да и обычные подвозы детей в школу тоже очень часто служат причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому это тоже одна из причин. Нельзя не упомянуть водоемы, потому что с приходом теплых дней, естественно, начинается активный купальный сезон. И учитывая, что летние каникулы в большинстве своим случаям дети находятся одни, без присмотра родителей, количество утоплений и травм, полученных во время ныряния, увеличивается. Нельзя упомянуть и ожоги в связи с приходом теплых дней. Пикники, барбекю, выжиг сухой травы тоже значение большое имеет для получения детских травм. Ну и, конечно, нельзя не отметить обычный бытовой, спортивный, уличный травматизм, при котором, опять же, ввиду нахождения большего времени детей на улице, конечно, его количество возрастает. Александр Васильевич, давайте поговорим о домашнем травматизме. На первый взгляд, такие мелочи, как чашка горячего чая, оставленные на столе лекарства, открытое окно, могут стоить жизни ребенка. Расскажите из своей личной многолетней практики, чем чревато невнимательных взрослых? Не зря говорят, что дети не ищут опасности, они просто играют. Естественно, все, что интересно, все, что новое для детей, хочется попробовать. Такими, опять же, причинами этого травматизма и становятся та же чашка чая, которая оставлена на столе горячая. Те же лекарства, которые оставляют родители, а чаще всего бабушки, дедушки, забывая положить их в укромное место, либо на свое место, где бы не видел ребенок. Это становятся батарейки, маленькие особенно, которые дети любят, видят, блестит, что-то интересное, можно проглотить, можно попробовать. Это розетка, которая является незакрытой в доступе к ребенку. Это острые углы, либо острые какие-то предметы, которые находятся в доме. Это все является потенциальной причиной опасности для ребенка. На данный момент в городе Гомеле существует два модульных центра по профилактике травматизма и безопасности жизнедеятельности. Эти центры находятся в детских поликлиниках города Гомеля. Они моделируют различные внештатные ситуации, штатные ситуации, связанные с возможным травматизмом. Это и та же чашка горячего чая, это и те же лекарства, оставленные на столе, это и те же электроприборы, которые находятся в оголенном виде. Вот эти внештатные ситуации позволяют проанализировать, промоделировать возможные исходы и на примере показать, что можно сделать в таких случаях, как избежать трагедии. Причем избежать показать не только детям, но и их родителям. Это и различные те же внештатные ситуации, которые могут возникать на улице. По оперативной информации прокуратуры Гомельской области, в последнее время участились случаи травмирования детей в результате выпадения из окон. Если проанализировать статистику прошлых лет, почему это происходит, существуют ли какие-то провоцирующие факторы и что делать родителям и другим взрослым, чтобы предотвратить подобные трагедии? К сожалению, сколько мы не пытаемся бороться с этим, из года в год мы получаем печальные случаи, когда дети выпадают из окон, либо падение с высоты. За последние пять лет больше 25 детей выпало только из окон разной этажности домов. К счастью, хочу сказать, что благодаря усилиям медработников все эти дети, все до единого, они остались живы. Но приходится достаточно колоссально потрудиться, вложить достаточно много и сил, и каких-то физических, и моральных средств для того, чтобы избежать какого-то печального случая. Только за этот год мы уже получили три случая, тяжелых три случая падения детей с высоты. Это девочка, которая выпала совсем недавно, чуть меньше двух недель назад, с высоты восьмого этажа, которая достаточно очень серьезно травмировалась. Она жива, она проходит лечение, и, к счастью, лечение идет благоприятное, и ребенок поправляется. Это и маленький мальчик, который выпал из окна четвертого этажа в городе Добруши. Опять же, ребенок был прооперирован, и с благоприятным исходом ребенок был выписан. К счастью, он уже сам самостоятельно бегает. Это и травма, полученная в городе Петрикове, когда ребенок выпал с первого этажа и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Все случаи, как правило, это безнадзорно со стороны родителей. Мы очень много пытаемся доносить до родителей, что детей нельзя ни в коем случае оставлять одних, поскольку, еще раз повторюсь, это маленький любознательный механизм, который пытается найти что-то новое. Оперевшись о ту же москитную сетку, ребенок не чувствует опасности, он не может соотнести высоту, на которой он находится. И, конечно, легко закрепленная сетка не является каким-то защитным механизмом, дети очень часто падают. За ребенком нужен глаз да глаз, с чем сложно не согласиться, однако за каждым детским шагом не уследите, это тоже правда. На ваш профессиональный взгляд, какие меры еще нужно предпринять, чтобы сократить число детских травм? За ребенком, безусловно, нужно смотреть, но в первую очередь ребенком, мне кажется, нужно чувствовать, потому что привязать к себе невозможно. Каждый родитель, каждая бабушка, каждый дедушка должны, в принципе, знать, чем живет его ребенок, чувствовать его, видеть его заинтересованность. И если мы будем каким-то образом интересоваться его временем, не отталкивать от себя, находить время для того, чтобы каким-то образом попытаться его завлечь, поговорить, расспросить о его проблемах, об его успехах, либо, наоборот, о его неудачах, конечно, ребенок больше будет открыт, он будет чувствовать, он будет доверяться своим, опять же, родителям, своим родным. А это будет способствовать тому, что ребенок в меньшей степени будет оставаться один. У него не будет хватать времени, чтобы искать тех людей, кому он может довериться. И не всегда те люди, кому он может довериться, приведут его на правильную дорогу жизни. Александр Васильевич, благодарим вас за такую интересную и содержательную беседу. Спасибо большое.